Здесь все как в большом футболе, только в другом масштабе. Один матч длится всего полчаса, а на поле по пять игроков от каждой команды вместо одиннадцати. Но накал страстей не меньший, шум трибун заглушает судейский свисток, а разграниченные игроки оспаривают полученную желтую карточку. Проходит Блиц-турнир, периоды по 15 минут, олимпийская система. Соответственно, мы поделили команды на две группы. Кто выигрывает, потом выходит на первое-второе место, и проигравшие борются за третье-четвертое место. Михаил Булыгин к футболу пристрастился в стенах родного учебного заведения Архангельского морского кадетского корпуса. Своих курсант не подвел. В первом же матче забил два гола и вывел команду в финал соревнований. Настрой на победу хороший. Ребята хотят выиграть. Стремимся к победе. С кубок получить. Поле большое, мы не привыкли, у нас поле маленькое, поэтому тут бегать много, все устали, но смогли. В итоге кадетский корпус получил серебро, уступив кубок победителя хозяевам поля – команде Арктического морского института имени Воронина. Бронзовыми призерами стали ученики техникума водных магистралей имени Орешкова. А сборная Архангельского морского рыбопромышленного техникума удостоилась грамоты за волю к победе. К организации турнира вместе с Арктическим морским институтом приложил руку депутат областного собрания Александр Дятлов. Соревнования посвящены грядущему Дню Победы. Он нужен для патриотического воспитания молодежи. Участвуют все морские заведения города Архангельска в этом турнире. И они своим примером показывают ребятам пример о том, что надо заниматься спортом. Турнир по мини-футболу среди морских училищ проходит впервые после шестилетнего перерыва. И теперь, по многочисленным просьбам ребят, организаторы обещают сделать его ежегодным.